Ну и что, даже литра не нальют? Ну пить-то. Уж постарайтесь, чтобы мы от жажды тут не померли. За бортом почти 40 градусов. Продавец пытается наклонить бочку, чтобы вылить остатки живительного кваса. 450 литров привозят с утра к 8 часам. Проходит больше 100 людей. Очень жарко. Это сейчас получается время полчетвертого. Все, 450 литров уже. Больше нету. В аномальную жару, которая держится уже больше недели, жители города спасаются как могут. Вот лимонадом. Водка, жарко. Пиво. Его столько не выпьешь. Сколько жары. Ну вот лимонадом только что. Мороженое. Ну вот беру потихоньку в магазине, чуть-чуть наценку делаю и людям помогаю. Хожу, спрашиваю. Ну и сама тоже ем. Тихо сходим с ума, под зонтами. Как-то прячемся. Ну, вода. Все. Все спасение. Котички с собой берем, да и забыла сейчас. Шляпку носим. Не ворчим на жизнь. Говорим, слава богу. И говорим, господи, да дай дай еще. Ломаются автобусы, выходят из строя и люди. Вот такой бештанный охранник был замечен на улице пионеров. И все же в жару лучше одеться. Но сделать это правильно. Желательно в хлопок. И даже с головным убором на палящем солнце не стоит находиться больше 40 минут. В Барнауле уже есть пострадавшие от солнечного удара. Если у нас средняя температура июня 23-24 градуса, то для нас, мы уже привыкли, мы в этой температуре хорошо живем. Все, что выше 27, это для нас уже не хорошо. И, конечно, 37-36 градусов. Это испытание. Это в первую очередь испытание для нашей сердечно-сосудистой системы. Отметим, что сладкие напитки и мороженое все же не лучшее решение в жару, как и тяжелые продукты. Лето – это у нас время года теплое. Организм не испытывает большой потребности в том, чтобы согреваться дополнительно и тратить на это огромное количество энергии. Поэтому в целом калорийность рациона может снижаться. И вообще есть смысл делать упор на такие более легкие блюда, овощные блюда. Не злоупотреблять жирными продуктами для того, чтобы не перегружать пищеварительную систему. Кстати, эксперты говорят, что жара – не повод отказываться от физической активности. Важно следить за пульсом, соблюдать водно-солевой баланс и не выходить за рамки своего здоровья. С 5.30 до 8.30 утра – наиболее подходящее время для тренировок на выносливость. А с 18.30 до 20.30 – лучший вариант для силовых занятий. Воздержаться от аэрозолей и антиперспирантов, нарушающих кожное дыхание. А вот натуральные эфирные масла освежают и тело, и настроение. Отказываться от дезодорантов или нет – это, конечно, ваше дело. С завтрашнего дня синоптики обещают дожди и грозы. Жара до плюс 38 градусов пока сохраняется. Зато в субботу ожидается спад температуры. И, судя по прогнозу погоды, на следующую неделю будет сносно. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.